И снова мы обращаем внимание на то, что у армейцев их поболее. Будет, собственно, то, что мы уже высказали. Вагнер на этот раз после передачи справа бил головой. Опять справа. Причем у армейцев, как говорится, такого правого крайката нет настоящего. Но это уже я согласен с Геннадьем Сергеевичем. Вот. И ветер, как говорится. Опять откуда пас шел? Вот мы говорим, кто умеет играть ногами, кто не умеет играть ногами. Это был пас. Это не был просто вынос. Поворонили. Тут скажут, был офсайд, не был офсайда. Но на перескоке планов мы никогда не поймаем эту ситуацию. Это как примерно с бельгийцами, помнишь? В 86-м году, так сказать. Это перескок планов, поэтому мы только доверяемся очевидцам. А было ли не был офсайд, так и не знаем до сих пор. Ну и уже концовка игры, в которой несколько железных эпизодов имел армейский клуб. Ну вот, эпизод. Это не железный, это уже я не знаю какой. Ну и серии бывает, да? Как Думбия там разобралась. Думбия имеет право проиграть и сослаться на что-то мистическое. Что если вот такие вот не залетают, что даже вот Мал там сам не попал. Нет, и сам-то попал. Ну оказывается, смотри. Ну и вот треск перекладины. Слава богу, ворота выдержали. После удара Сейду Думбия. Ну мы, в общем, подводя, в общем, некоторый итог первого тайма, признаем, что у нас сколько моментов Зенита попало в эту нарезку? Один, да? Один, но могли попасть еще. Если бы мы сейчас начали нарезкой заниматься, мы бы с тобой слова сказать не успели. Ударов с линии штрафной, метров с 20, с достаточно убойных позиций у Зенита было пруд пруди. Пруд пруди, да это не подходы, это моменты. По ходу чемпионов, если бы залетело бы два у Зенита, я бы не удивился ничуть. Но таких моментов у них не было. А вот давай посмотрим, почему. Вот почему при внешнем равенстве игры, при том, что обе команды играют очень неплохо, при том, что у ЦСКА достаточно проблем, так сказать, да, когда у Зенита считают подходы и много свободных зон, все-таки вот эти моменты в одну сторону возникают. А почему? Я просто, что мы об этом поговорили. А потому что исполнители. Потому что Вагнер, потому что Думбия. Да, у Зенита исполнители пока находятся в тени, как мы уже пришли к совместному выводу. Относительно Дании и Зырянова мы, наверное, могли бы ждать от них больше. А дальше начинается песня без конца. Болельщики ЦСКА скажут, что же здесь исполнители не забивают. И все, это будет вот замкнутый круг, понимаешь? Ну, а что, собственно, ждать от второго тайма? А от второго тайма, наверное, продолжение банкета, да? Вряд ли команды будут запираться, закрыть.